Здравствуйте! Нам нужно найти неизвестные стороны и угол треугольника w, x, y. В первую очередь давайте выясним, чему равен неизвестный угол, чему равен угол y. Вы попробуйте самостоятельно его найти, может получится. А если нет, смотрите видео дальше. Вы должны помнить, что сумма всех углов любого треугольника равна 180 градусам. Значит, мы можем записать, что сумма угла y плюс угол w, который равен 60 градусам, и прямой угол х, который равен 90 градусам, равна 180 градусам. Из этого равенства нам нужно выразить угол у. Это будет угол у плюс 150 градусов равно 180 градусам. Отнимем 150 градусов от обеих частей равенства и получим угол у равен 30 градусам. Теперь можно приступить к вычислению сторон А и В. Обратите внимание, это треугольник с углами 30, 60 и 90 градусов. Может, вы и сами знаете, как можно найти сторону wx, то есть А. Можно поступить двумя способами. Мы можем применить одну из тригонометрических функций и найти А, а можем воспользоваться свойством треугольника с углами 30, 60 и 90 градусов. По-моему, второй вариант легче, но давайте все-таки рассмотрим первый вариант. Попрактикуемся в применении тригонометрических функций. Мы можем рассматривать любой из этих углов. Давайте выберем угол w. Итак, мы рассматриваем этот угол. Мы знаем, чему равна гипотенуза. Это гипотенуза – самая длинная сторона прямоугольного треугольника. Она лежит напротив прямого угла. А – это длина прилежащего катета, прилежащего относительно угла w. А какая тригонометрическая функция рассматривает прилежащий катет и гипотенузу? Косинус рассматривает прилежащий катет и гипотенузу. Косинус угла равен отношению прилежащего катета к гипотенузе. Значит, мы можем записать, что косинус угла в 60 градусов равен отношению прилежащего катета, то есть а, к гипотенузе, то есть к 10. И чтобы найти а, нужно всего лишь умножить обе части равенства на 10. В итоге мы получим а равно 10 умножить на косинус 60 градусов. Мы можем вычислить косинус 60 градусов на калькуляторе, но лучше всего, если вы запомните значения косинуса, синуса и тангенса углов 30, 45, 60 и 90 градусов. Есть такая таблица, и я настоятельно рекомендую вам ее запомнить. Эти углы чаще всего встречаются, и нередко в заданиях просят записать ответ как раз в виде выражения с корнем, а не в виде десятичной дроби. Итак, косинус угла 60 градусов равен 1,2. Давайте я здесь запишу. Косинус 60 градусов равен 1,2. Запомните это. Если мы вычислим значение косинуса 60 градусов на калькуляторе, то получится точно такое же значение. Проверим? Итак, косинус 60 градусов равен 0,5. Это то же самое, что и 1,2. Я не так часто говорю вам что-то заучивать, но вот эту таблицу я советую вам выучить. Она не раз вам пригодится. Значит, косинус угла 60 градусов равен 1,2. Следовательно, сюда вместо косинуса мы можем записать 1,2. А равно 10 умножить на 1,2. А это равно 5. Таким образом, а равно 5. Теперь давайте вычислим, чему равно b. Опять-таки, есть несколько вариантов, как найти b. Мы можем воспользоваться одной из тригонометрических функций, а можем применить теорему Пифагора. Выбираем первый вариант и снова рассматриваем угол в 60 градусов. b относительно угла w является противолежащим катетом. А какая тригонометрическая функция рассматривает противолежащий катет и гипотенузу? Это синус. Чему будет равно b, если мы знаем, чему равна гипотенуза и синус угла в 60 градусов? Итак, мы знаем, что синус угла в 60 градусов – это отношение противолежащего катета, то есть b в гипотенузе, которая равна 10. Умножим обе части равенства на 10 и получим b равно 10 умножить на синус 60 градусов. Если мы попробуем вычислить синус 60 градусов, то получим длинную десятичную дробь. Но опять-таки, значение синуса 60 градусов есть в таблице, которую я вам еще раз советую выучить. Синус 60 градусов равен корню из 3, деленному на 2. Значит, если синус 60 градусов равен корню из 3, деленному на 2, то тогда b равно 10 умножить на корень из 3, деленный на 2. А это равно 5 корней из 3. Таким образом, b равно 5 корням из 3. Вот и все, мы выполнили задание. В самом начале я говорила, что можно было воспользоваться свойством треугольника с углами 30, 60 и 90 градусов и найти неизвестные стороны проще. По сути, мы могли вообще выполнить задание без тригонометрических функций. Нам бы тогда не понадобились ни синусы, ни косинусы. Пожалуй, рассмотрим второй способ решения. Вот нам дан треугольник с углами 30, 60 и 90 градусов. Это прямой угол. Это угол 60 градусов. И это угол 30 градусов. И предположим, что гипотенуза равна h. Тогда катет, который лежит напротив угла в 30 градусов, это самая маленькая сторона треугольника, будет равен половине гипотенузы, то есть h, деленному на 2. А вот этот катет, который лежит напротив угла в 60 градусов, будет равен корню из 3 умножить на этот маленький катет. Или другими словами, он будет равен корню из 3 умножить на гипотенузу, деленную на 2. Запомните это свойство и применяйте его при решении задач. Катет, который лежит напротив угла в 30 градусов, равен половине гипотенузы. Катет, который лежит напротив угла в 60 градусов, равен корню из 3 умножить на гипотенузу, деленную на 2. Используя это свойство, можно было очень быстро и легко выполнить наше задание. Гипотенуза равна 10. Тогда самая маленькая сторона, сторона, которая лежит напротив угла в 30 градусов, равна половине гипотенузы, то есть 5. А сторона, которая лежит напротив угла в 60 градусов, будет равна корню из 3 умножить на самую маленькую сторону, то есть 5 корням из 3. Вот и все. До скорых встреч!